В соответствии с утвержденным перечнем лиц, которые имеют право на безоплатное питание, туда входят определенные категории, мы их знаем, но местное самоуправление имеет право расширить этот список в зависимости от потребностей нашего населения. В департамент образования и к мэру города на личном приеме обращались члены семей погибших, участников антитеррористической операции, и сегодня город готов оказывать услугу питания для деток из этих семей за счет бюджета города. Это касается и детских садов, и школ. Независимо от возраста и класса ребенка, начиная с детского сада и заканчивая 11 классом, дети этой категории будут бесплатно питаться в школу. В настоящее время до 20, но мы ждем, что их будет больше, потому что не каждая семья, зная о том, что такой работы нет, заявила о том, что она имеет границу. Это уже после принятия решения сессии будет введено. 26 гривен в день стоит обед ребенка. То есть по деньгам мы будем их выделять в зависимости от количества питающихся детей.